Так, ну у меня всего 13 пунктиков, это будет последнее видео на эту тему, ребяточки, то, что я вычитала. Десятый наш пунктик, замедлить и объединить с другими, так, значит, slow down and connect with others. Ну вот, замедлиться нам нужно, ребяточки, не спешить, вечно какая-то гонка, гонка и гонка, с каким акцентом? С любым она гонка и гонка, потому что мы всегда куда-то спешим, всегда у нас какая-то миссия в жизни, да, нам нужно что-то лететь, бежать, спешить, а вот здесь нам совет для счастья, для полного счастья, время от времени никуда не спешить. Вот сегодня выходной воскресенье мой, даже неделька у меня выходная, целая неделька выков, я вот никуда не спешу, я вот встала и с вами разговариваю, общаюсь, наслаждаюсь погодкой, природкой, погодой, природой. Вот уже немножко замерзла, сейчас буду идти прогуляться, согреться. Вот, знаете, нужно выделять обязательно, вот сегодня воскресенье, ну в любой день, когда у вас выходной, может, люди могут же работать выходные, а бывает вот, как таксисты, вот Марина Нова рассказывала, таксисты, самые плодородные дни это выходные и пятница, потому что люди отдыхают, их нужно куда-то везти. А нам нужно не спешить, вот выбираем себе денек, когда мы просто не спешим, сейчас уже без 10, без 12 минут, как раз приду домой с мамуля, урок анализского, и пообщаемся. Вот я сейчас буду с мамулей общаться и коннект, коннект, и объединяться, вот, то есть общие нас интересы, общение, родство, плюс с друзьями обязательно нужно общаться, не нужно вот, так, знаете, одиноко, обособленно жить, мы все-таки человек, человек, существо социальное, нам общение важно, общение, радость жизни, какое-то ощущение счастья, и вот что нам помогает, это счастье приумножить, когда мы никуда не спешим, выделять такие денечки, недельки в нашей жизни, когда мы в отпуске расслаблены, делаем, что хотим, там, или просто лежим на пляже, наслаждаемся водичкой, или просто и солнышком, да, где-то в тенечке безопасно, или мы вот в осенний такой денек вышли прогуляться, мы не спеша идем, о чем-то своем, все равно мысли, мысли, все равно же поток мыслей идет, мы о чем-то думаем, раздумываем, анализируем, подводим итоги какие-то, вот, значит, тут у нас такой совет, не спешить и объединиться с другими, ну, какой-то, назначить телефонный разговор, давай поговорим там, сегодня опять вечера я свободна с подружкой пообщаться, давай, сходим в кафешечку, посидим, пообщаемся, давай, прогуляемся, съездим куда-то, с друзьями, с родными, то есть обязательно люди, которые нам дороги, с ними устраивать запланированное общение, потому что так можно жить постоянно в рутине, работа, работа, дом, работа, дом, ничего не видеть, нигде не бывать, ни с кем не встречаться, особенно в локдауны, и после локдауна сейчас тоже мало людей видятся, еще не ушла эта корона, это такая изоляция, люди настолько изолированы, вот, в эти моменты, эти два года, потому обязательно планировать себе встречи с другими, свои хобби, свое развитие, ну, и замедлиться, и встречаться с близкими, дорогими нам людьми, не спешить никуда сломя голову, постоянно, так. Одиннадцатый пункт, establish boundaries for social media use, устанавливаем границы для социальной медиа, в общем, наши все вот эти, кто там где, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, и все-все-все, ВКонтакте, Одноклассники, все-все-все, вот я только шесть насчитала таких главных, еще там их может быть куча разных этих социальных медиа, значит, чтобы не они контролировали наше время и нам диктовали, как же, ну, типа, мы сидим, смотрим, кто там, что написал, кто какого фото вызвал, кто что сказал, что что прокомментировал, я вообще ленту, я вообще не читаю, я это уже сделала три года себе назад, такой социальный медиа, детокс, я себе сделала детокс, и у меня ленту я не читаю, я только захожу страничку какую-то, какому-то другу, я отписалась от всех друзей, с которыми я не общаюсь, знакомы они у меня, от всех знакомых, с которыми я не общаюсь, чаще, чем раз в год, то есть раз в год, это у меня показатель, типа, более-менее близкой дружбы, и каждый год, не просто, раз в год и каждый год, то я от всех отписалась, всех поудаляла, у меня на Фейсбуке в закрытом доступе, у меня не видно, кто у меня в друзьях, только 32 человека, а у меня было 500 и 800, там кто-то добавлялся, кого-то там по ошибке, кого-то типа, не подумал, кого-то вообще, мне не нужны лишние люди, которые, я с ними часто, я их не видела, не знаю, и я с ними не общаюсь чаще, чем раз в год, мне не нужны эти одноразовые люди, сидящие там в моих фейсбушных друзьях, поэтому, и то же самое, я буду отписываться от Инстаграма, я буду только следовать за очень-очень приятными мне людьми, которые меня мотивируют, с которыми у меня есть общие по жизни, даже если мы не знакомы в реальной жизни, отпишусь от всех celebrity, от всех знаменитых, всё, мне не нужно, я не хочу проживать свою жизнь, я не хочу проживать их жизнь за счёт своей, у меня есть своя жизнь, которую я хочу взращивать, растить, развивать, это моя жизнь, она для меня важна, я не хочу жить их жизнью, читая всё, зная всё, мне не нужна эта лишняя информация, она мне не нужна, мне нужны только люди, которые меня мотивируют, с которыми мне интересно, с которыми я расслабляюсь, и вот, поэтому я к этому отношусь очень дисциплинированно, установить границы социальной медиа, использовать в социальной медиа, у меня сон, я иду спать в 10.30, если я чуть-чуть не засну, вот бывает, перетомилась, или перевозбуждение какое-то на работе, поздно пришла с работы, мозг еще не отдохнул, не успокоился, поэтому вот эти поздние окончания, они очень вредны, для того, ты вечерок, ты уже проводишь, ты уже отдыхаешь, ты уже пришел там к 7 вечера хотя бы, ты уже отдыхаешь, расслабляешься, пришешь в 9 вечера или 9.30, ты так уставший, ты такой уставший, ты, ну, в общем, ты не расслабляешься, вот, тот вечер, который ты должен, с семьей и так сам наедине, ну, вот, и поэтому, у меня режим, я в 10.30 иду спать, вот, если очень устала, я в 10 иду, потом, я сплю по 8 часов минимум, бывает 7, бывает 7 я сплю только потому, что я как бы выспалась, потом, какие у меня еще правила, бывает в 11.30, у меня, у меня правило ложиться до 12, это помогает мне и поддерживать мой здоровый вес, я лишний раз не поем поздно, даже перекус, он тоже как бы лишние калории, то есть, 8 я могу там чаек с чем-то попить легеньким, кефирчик какой-то, что легенькое, 8 максимум, фрукт какой-то, вот, и это мне очень помогает с моим здоровым балансом, с здоровым весом, здоровым отношением к жизни и более я счастлива, когда я ложусь вовремя, у меня больше энергии, я лучше выспалась, вот, поэтому я, может, я сделаю отдельное видео, как я установила границы на социальные медиа, возможно, сделаю, то есть, ладно, думаю, сделаю, планирую и сделаю, сделаю, невозможно сделать, 12 наш пункт, осталось два последних, всегда говори о себе хорошо, это очень хороший пунктик, всегда говорить только хорошо о себе, positive self-talk, то есть и на публику, и внутренний разговор, я умница, умница, молодчинка, красавица, УМК, вот так, о себе только хорошо, о себе, о своем окружении, о своих друзьях, о своих родных, на публику только хорошо, помним, это важно, это себя никогда не принижаем, не унижаем, не долбем, не ничего, только о себе хорошо, только себя хвалим, поддерживаем, я умничка, молодчинка, красавица, и тринадцатый, последний наш пунктик, trust yourself, be confident and engage with others, доверяй себе, тут листик упал, подниму потом, доверяй себе, trust yourself, be confident, будь уверенным в своих решениях, принял решение, все, значит, ты молодец, ты принял такое решение, даже если это решение было ошибочным, ничего страшного, в следующий раз принимешь более правильное решение, будь уверенным и в себе, и в своих решениях, и в своей внешности, в своей красоте, в своей счастье, в своей счастливости, в своем счастье, будь уверен, и engage with others, и также тоже общайся с другими людьми, они, все равно общение, оно обогащает, ты услышал что-то мнение, ну, с теми, кто тебе интересен, важен и полезен, с теми людьми, выборочно, конечно, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, поэтому выбираем себе хорошее окружение, позитивное, с которым мы берем пример, а они берут с нас пример, мотивируемся и становимся лучшей версией себя, вот так все просто, ребятки, такие 13 пунктиков были в этом журнальчике, я вас всех люблю, целую, счастливых вам выходных, до встречи в следующих эфирах, вы у меня самые лучшие зрители в мире, bye-bye!